Вот я уже работаю почти 18 лет в спорте выше достижения. Это подготовка к Олимпийским играм, чемпионатам мира, Европы, чемпионатам России и так далее и подобное. Что я замечаю на протяжении своей работы? Да, кстати, я, если кто не знает, я 12 лет работал тренером по боксу и занимался также боксом. В итоге этой работы я заметил, что спортсменам, тренерам и родителям спортсменов, особенно молодых спортсменов, не хватает кое-каких знаний, в результате чего они теряют возможность достичь наивысших своих результатов спортивных. Значит, что это за знания, о которых я бы хотел сегодня вам рассказать? Ну, понятное дело, что я не могу уложиться в несколько минут и все это рассказать, поэтому я сделал 10 видео, либо 10 встреч, на которых я рассказываю самые базовые вещи, которые должен знать и тренер, и спортсмен, и родители, если они хотят помочь своему ребенку. Первая тема, с чего начинаются наши встречи, это тема номер один, из каких частей состоит человек. То есть, если мы не знаем с вами, на что мы воздействуем, что такое спортсмен, что такое психика, что такое личность, как это все работает, ну, как мы можем с вами эффективно воздействовать и тренировать спортсмена? Никак. Поэтому это первая тема, и она самая главная. С нее все на... Вторая тема. Разрядка негативных воспоминаний. Спортсмены в своей практике спортивной постоянно сталкиваются с какими-то болезненными реакциями. Напрямую с болью даже. Эта вся информация записывается у них в нейросетях, в мозге. Если это не устранять, мозг будет постоянно мешать спортсмену. Что бы вы ни делали, какие-то дополнительные тренировки не организовывали, мозг будет мешать. Все, это однозначно. Соответственно, нужно учиться прорабатывать, находить, устранять вот эти старые записи негативные. Вот во второй теме мы теоретическую часть рассматриваем, как это делать. В третьей теме проводим конкретно на спортсмене или там на тренере, либо на родителе психологическую коррекцию, чтобы он сам лично все почувствовал. И после третьей темы переходим к следующей теме. К четвертой. Это управление эмоциями. Эмоции могут либо А. Поднять до 40% результативность, либо Б. Могут понизить до 40% результативность. Соответственно, если спортсмен научится управлять эмоциями, это до 40% прирост результативности без дополнительных тренировок. Поэтому необходимо это знать, что это такое эмоции, как они работают, как они друг на друга влияют, как эти эмоции использовать для того, чтобы улучшить свой результат. Все это четвертая тема. Пятая тема. Тренировка спортивных навыков. Поверьте, можно тренироваться в 4-6 раз меньше, но при этом результат будет даже лучше. Все, о чем я рассказываю в пятой теме, это об условных рефлексах, о формировании условных рефлексов. То есть, весь спорт – это формирование условных рефлексов. И если вы поймете, как это работает, примените это в своих тренировках, то вы уменьшите тренировки в 4-6 раз, а эффективность возрастет. Это я вам гарантирую. Шестая тема. Коммуникация о спорте. Сколько я слушал вот этих проблем, которые возникают у спортсменов с тренерами. Сколько проблем у тренера со спортсменами. И процентов 50-60 причиной является то, что коммуникация не налажена. То есть, ни тренер, ни спортсмен, ни родители не знают о правилах коммуникации. Ну, вот как учили, как говорится, да так мы и делаем. Ну, учили. В 18 веке тоже учили. Ну и что? Применять это сейчас в 21 веке. То есть, надо же что-то новое применять. Иначе, иначе столько проблем. Поэтому, тема коммуникации – это как правильно общаться с тренером, спортсменом с тренером, родителями и так далее. Тренировка управления вниманием. Ну, представьте, если бы спортсмен был слепой. Вот что он может делать, там, не знаю, на ковре, на дорожке, на площадке, на ринге, где угодно. Если мы не тренируем внимание, спортсмен не может сконцентрировать его на нужных частях тела, либо на нужных этапах выполнения какого-то действия, и так далее. Он начинает думать, черт не знает о чем. В результате он включает в свои мозги совсем другие нейроны, которые не нужны при выполнении этого упражнения. В результате у него ошибки. Потом, в общем, это целая проблема. И, кстати, внимание вообще никто не тренирует. То есть, абсолютно. Поэтому здесь я рассказываю о том, что такое внимание, какие виды бывают внимания, а также как тренировать то внимание, которое необходимо в основном всем спортсменам. Очень важная тема – это мотивация и стимуляция спортсменов. В этой встрече я рассказываю, что такое мотивация, стимуляция, чем они отличаются, какие бывают, как использовать бессознательную мотивацию, как можно сделать так, чтобы прирост, эффективность могли подскочить, ну не знаю, 30, 40, 50, 60 процентов можно получить при правильной мотивации, либо стимуляции. Поэтому и тренеру, и спортсмену это нужно знать. Конфликты в спорте. Но вообще сам спорт – это конфликты. Это всегда противостояние между спортсменом и спортсменом. Соответственно, если спортсмен отрицает конфликты, если он не может создавать конфликты, осознанно создавать конфликты, для того, чтобы улучшить свою результативность, либо улучшить свои показатели в тренировочной, соревновательной деятельности. Вот если спортсмен этого не знает, и тренер этого не знает, значит мы теряем очень большой процент вероятности побед. Тема 10 – это манипуляция в спорте. Сплошь и рядом. То какие-то организовываются коалиции, которые борются против этого спортсмена, то какие-то коалиции пытаются свергнуть этого тренера, то значит там вот это все как пауки в банке. Это касается и спортсменов своей сборной. Дальше, если подключаются спортсмены противоположной команды, в общем, это такой бардак, это такое месиво. И там в этом месиве спортсмен вообще не может понять, что происходит, теряется из-за этого. Такие проигрыши получаются на пустом месте. Вроде вот он готов на тренировках показывать такие прекрасные результаты, выходит на соревнования, но никакой. То есть отчего это получается? Один из вариантов просто применяется манипуляция, воздействие на психику спортсмена. Спортсмен, тренер этого не замечают. В результате теряются 30, 40, 50, 60, 80 процентов. Все, спортсмен никакой. Соответственно, нужно знать, что такое манипуляция, какие бывают манипуляции, как манипулировать можно и собой, и другими. В общем, все вот в этой теме. Программа этих 10 встреч состоит из, это уже так как в списке будет, первые 5 встреч, что-то не описаны. Одна встреча проходит приблизительно около часа. Это следующие 5 встреч. На встречах могут быть как спортсмен отдельно, либо спортсмен с тренером, либо отдельно тренер, либо спортсмен и родитель, либо отдельно родитель. То есть не важно. Эта информация, она поможет всем. Не важно, кто ее освоит. Результат на спортсмене будет однозначно улучшаться в позитивную сторону. Какие возможны варианты организации вот этих встреч в 10? Первый вариант, когда вы оплачиваете мне за все 10 часов. То есть это полная оплата. Вы получаете после каждой встречи методический материал. По поводу стоимости, это отдельный разговор. Почему? Потому что экономическая ситуация у нас очень такая непонятная, непредсказуемая. Сегодня это может быть одна цена, завтра абсолютно. Либо она увеличится, либо уменьшится. Поэтому нужно звонить и все обговаривать. Второй вариант. Вы можете купить все видео встречи. То есть я их отдельно записал, они у меня есть. Вы можете их купить, все 10 штук. Можете взять их без дополнительного методического материала или можете купить с методическим материалом. Это уже от вашего желания зависит. И третий вариант. Вы можете приобрести какое-либо видео на выбор. То есть сказали там вот мне нужно пятую встречу там либо там десятую по манипуляции либо там четвертую по управлению эмоциями. Без вопросов. Пишите, что вам нужно и можно по одной встрече видео покупать и пользоваться. Если у вас будет какая-то организация, которая будет за вас платить, соответственно, это совсем будет другая цена. Это перевод денег с организации на организацию. Это индивидуально нужно обговаривать. Дальше. Очень важно. Лекции. В них именно рассказывается об основных приемах, принципах, которые нужно будет потом переложить на свой вид спорта. У меня часто спрашивают, а есть ли какие-то пошаговые инструкции. Они есть, наверное, но только для единоборств, для бокса, потому что, так как я сам боксом занимался и в своих лекциях я чаще всего рассказываю именно про бокс. Но, если вы поймете принципы, то можно эти принципы переложить на любой вид спорта. Надеюсь, что у вас сложилось полное представление о том, что я предлагаю этих 10 встреч, что в них будет. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Отвечу на все ваши вопросы. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...